Подготовка к летней здравительной кампании началась в Хабаровском крае. В этом году консолидированный бюджет на эти цели увеличен на 44% и составит 736 миллионов рублей. Родители смогут компенсировать часть затрат на приобретение путевки в загородный лагерь благодаря федеральной программе детского туристического кэшбэка. Сейчас разрабатывается нормативно-правовой акт, который позволит дополнительно воспользоваться и краевой компенсацией. Эти меры поддержки повысят рентабельность работы оздоровительных организаций, дадут им возможность еще лучше подготовиться к летнему сезону, подчеркнул министр образования и науки региона Виктория Хлебникова. Напомним, что предоставлять услуги отдыха и оздоровления детей имеют право только те организации, которые вошли в соответствующий реестр. Родителям настоятельно рекомендуется ознакомиться с ним при выборе места отдыха для своего ребенка. Перечень содержит контактные данные загородных центров, лагерей с дневным пребыванием, информацию о профильных сменах, которые в них проводятся. Итоговый документ с информацией на текущий год будет опубликован на сайте Министерства образования и науки Хабаровского края. Давайте обсудим эту тему с нашей гостьей. В студии Галина Зубакина, заведующая сектором координации отдыха и оздоровления детей Министерства образования и науки Хабаровского края. Галина Дмитриевна, доброе утро. Доброе утро. Вот как раз-таки давайте начнем с того, сколько организаций заявлено. В этом году их больше, за счет чего произошло пополнение? Ну, реестр организации отдыха и оздоровления формируется сейчас, но уже по предварительной информации организаций будет больше. Мы приросли лагерями с дневным пребыванием, и самое главное, у нас стало на один лагерь загородный больше. То есть в 2020 году, в ковидный год, сложный год, у нас был закрыт лагерь Кедр на базе санатория в городе Комсомольске-на-Амуре. И вот в этом году он выполнил все предписания и готовится получить положительное заключение Роспотребнадзора. И таким образом у нас еще на 100 мест в загородных лагерях станет больше. Ну, это здорово. Соответственно, за лето 400 детей при 100% наполняемости. Наверное, следующий ваш вопрос, да, и мы очень рады. Все сообщество организаторов детского отдыха сегодня торжествует, потому что снятое ограничение по загрузке лагерей. В прошлом году, помните, это было 75%, в этом году 100%. Да, и буквально вот на прошлой неделе соответствующий нормативный акт, санитарные правила позволили нам увеличить вместимость до 100%. Вы сейчас вот говорили про Кедр, да, что они там выполнили определенные технические вещи, да, и сейчас они могут принимать детей. А вообще в чем заключается подготовка? Как лагерь должен подготовиться к приему детей? Ну, требований очень много. Более 100 нормативных документов, которые должен выполнить организатор детского отдыха. Есть правила, по которым нужно, как в математике, знаешь, правила, значит, решим все проблемы, значит, подготовим, значит, обеспечим качественный отдых. Но я еще раз говорю, что более 100 документов, база нормативная развивается, появились новые вот санитарные правила, какие-то ограничения снимают, что-то добавляют. Останется у нас, ну, вот я еще говорю, что 100% наполняемость будет, но, тем не менее, сдача, обязательное требование – это вакцинация. То есть все организаторы детского отдыха 100% должны быть привиты. То есть сотрудники обязательно, правильно? Да, обязательно. Если раньше за 72 часа до начала работы нужно было пройти исследование методом ПЦР, то теперь за 48 часов, то есть в этом плане, ужесточают требования. Зато для пришкольных лагерей сотрудникам сняли лабораторные исследования методом ПЦР. Вот, ну, это тоже, наверное, это правильно, потому что они не живут в режиме круглосуточного пребывания, и, в общем-то, это избыточное было такое требование, но прививка должна быть обязательной. Наверное, сейчас и педагогический состав набирают. Мне просто очень интересно, вот что-то в плане подхода именно как педагогов, программы, да? Ведь отдых заключается не только в том, что дети могут вкусно поесть, хорошо выспаться и провести время, там, общаясь друг с другом. Они еще что-то новое узнают, развиваются. Вот педагогические программы как-то меняются из года в год? Ну, безусловно, будут реализованы те проекты, которые уже зарекомендовали себя, да? И имеют партнеров, и дети любят их, и едут на эти смены, да? Особенно в Краевом детском центре созвездия, да? То есть они вот буквально ждут эту смену, там, например, цивилизация созвездия, да? Они уже девять раз. Она будет все равно другая, да? Даже те проекты, которые были реализованы, которые дети знают и едут, они все равно будут усовершенствованы. Появятся новые по всем шести направлениям доп. образования. То есть каждый ребенок найдет, выберет лагерь по своему вкусу, по своим наклонностям. Здесь организаторы детского отдыха работают, совершенствуют свои навыки, умения. Директора посетили в этом году все вебинары, семинары, всевозможные, не только на территории Края, который мы организовали, но и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Анапе. Были на всероссийских форумах, обменивались опытом. Сами зарядились энергией, готовы будут сделать лето ярким, запоминающимся для наших детей. Ну, то есть это будет не только еще отдых для детей, но и с точки зрения полезности тоже. Да, безусловно. Мы говорим уже сегодня и об образовательном отдыхе, но пусть родителей там и детей это не пугает. Это будет все очень завуалировано в игровой форме, но, безусловно, что детям расслабиться и летом не дадим. То есть это своеобразный такой мостик между учебным годом и предстоящим учебным годом. Перезагрузка. Хотелось бы еще уточнить о сроках окончания подготовки, когда уже наступит тот момент, что можно будет зайти в реестр и выбрать среди всех организаций. То есть сейчас организации готовятся, а потом будет приемка, насколько я понял. На самом деле мы говорим, что приступили к формированию реестр, но реестр, он такой живой организм. Мы его актуализируем. Сегодня вот эта неделя каникулярная. У нас идут весенние каникулы. И, безусловно, что те лагеря, которые имеют допуск, они уже в реестре. И они уже в лето будут работать. То есть у них заключение есть, по крайней мере, уже на июнь 100%. То есть они сейчас пролонгируют, грубо говоря, свое заключение. И мы условно говорим, что мы приступили к формированию реестра. Но, по большому счету, этот информационный ресурс, он уже размещен на сайте. И родители могут уже сегодня заходить и выбирать для себя лагерь. Единственное, что летние смены появятся чуть позже. Мы актуализируем, как только будет... Ну, когда примерно? Ближе к лету? Ну, ближе к лету. Май, апрель, май. То есть в мае мы уже, наверное, те, кто только работают на летний период, они, скорее всего, появятся в реестре уже окончательно в апреле, май. Спасибо вам большое за информацию. Надеемся, что этот сезон действительно будет по-настоящему летним, и детям удастся отдохнуть, потому что пандемия так долго мешала детям полноценно. И детям, и родителям, как нужно будет отдохнуть. Галина Зубакина в студии, заведующая сектором координации и отдыха, оздоровления детей Министерства образования и науки Хабаровского края.